Меня стали приглашать на фестиваль, я стала ознакомиться с интересными людьми, я стала получать призы, ходить по красным дорожкам и как бы вот как раз поняла вот эту сторону того кайфа, которого ты испытываешь, когда к тебе приходит зритель. Татьяна Жукова. Режиссер, педагог киношколы. Дебют в кино «Исповедь мизантропа». Обычно у киношников есть такой момент, если что-то очень легко получается, значит идет что-то не то и не так. Поэтому любое кино, мне кажется, рождается тяжело в муках. Дело в том, что когда в 2015 году я закончила высшие курсы, там настолько была плотная учеба, что не было возможности спокойно искать материал для какого-то своего дебютного фильма. Хотелось какую-то идею такую очень грандиозную. И вот как раз я закончила курс и начала искать идею для дипломного фильма. И совершенно случайно я наткнулась на пьесу Алексея Житковского, которая называется «Мизантроп». Я ее прочитала и почему-то сразу поняла, что вот я нашла материал. Я связалась с Алексеем, мы с ним договорились, что он мне отдает эту пьесу для того, чтобы я ее экранизировала. И так как он закончил в ГИК, я его спросила, не хочешь ли ты написать сценарий. Он сказал, что ему некогда, и он посоветовал свою однокурсницу Катю Артемову. Вот, мы с ней списались, и она сказала, мне интересно. И так мы с Катей начали работу над уже экранизацией, над сценарием. Вот, где-то мы около года, наверное, писали 10 тысяч вариантов сценария, и потом все-таки вот пришел тот момент, когда уже надо было приступать к съемкам. Я начала думать, кого же я хочу снять, каких героев. И вот как раз Андрей Пифанчилин мне пришел в голову. Я нашла его телефон, я ему позвонила, я отправила сценарий. И буквально через несколько дней я ехала в метро. Мне звонок, и я смотрю, в метро Андрей Пифаныч звонит. Я сразу тут же выскочила из вагона, думаю, все-все, надо срочно услышать, что он мне скажет. Вот, он сказал, что ему интересно, он готов. Вот так, в принципе, все и началось. Я считаю, что кино, оно, видимо, где-то уже наверху рождается, и оно потом ведет тебя, как ему должно, как ему должно быть, так оно и бывает. Например, режиссер говорит, я хочу вот так, чтобы было. А вот все вокруг складывается, чтобы было по-другому. И оно будет по-другому, потому что фильм сам диктует, как ему родиться. Ну, дело в том, что я сейчас, как художественный руководитель, я занимаюсь с детьми кино. Я преподаю режиссуру в киношколе. И я вижу постоянно, вот мы только-только закончили, на самом деле, учебный год. Я вижу их глаза, когда они делают свое кино. Здесь смысл в том, что мы, как педагоги, не вмешиваемся. Мы только со стороны наблюдаем и помогаем. И поэтому я вижу эти глаза от идеи, да, когда они что-то придумали, и до того момента, когда они сидят на своей премьере. Я могу им пожелать только одного, что пусть они дерзают дальше, пусть у них вот эта искра будет всегда. Потому что нет искры, ну, не поднимешь этот вот весь процесс, потому что он тяжелый, сложный, физический, морально. И только вера в то, что ты делаешь что-то правильно, что-то для других, она вот как раз, пусть у них не угаснет. Вот эта вера, огонек, тогда все получится, тогда все будет как нужно.